Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Сегодня у нас будет разговорное видео. Обычно я теги выпускаю по средам, но у меня тут немножечко, как это сказать-то? В общем, отвыкла я снимать за две недели и вчера не уложилась слегка по времени в свой план, не подрассчитала, потеряла немного навык, поэтому сегодня хочу выпустить тег, а завтра уже выпущу другое, но я думаю, что более интересное для вас видео. Вот тег этот я уже присмотрела еще, наверное, месяц назад. Называется тег «Секрет успеха в рукоделии». Автор тега Аня с канала «Вязанный стиль от Анны». Ссылочку на Аню оставляю в инфобоксе первой строкой. Заходите, смотрите, знакомьтесь, снимайте, если вам понравятся ответы. Тег не очень большой, но я думаю, что мы неплохо поболтаем с вами. Значит, сегодня я буду в теге в видео вязать свою футболку из пряжи «Сиамболеро», потому что, ну вот как-то я сегодня с ней утром в дорогу отправилась, да, чтобы не терять время. Эти 15 минут в машине, они тоже ценные. Тут уже рассказывала, сегодня снимала кусочек визоблога, рассказывала о том, что если я буду каждый раз с собой брать эту футболку в дорогу, то я есть вероятность того, что довяжу ее просто в машине потихонечку. Так, давайте приступать. Первый вопрос. Что в вашем понимании успех в творчестве? Буду говорить за себя, естественно, да. Просто, если что, ну, понимаете, что я, это исключительно мое субъективное мнение, потому что судить я могу, конечно же, только по себе. В моем понимании успех в творчестве – это когда ты достигаешь какой-то полной гармонии со своим любимым хобби, да, со своим занятием. И, скорее всего, для меня будет полный успех в творчестве, когда я приду к тому моменту, когда начну вязать чуть больше. Нет, давайте нет. Откровенно скажем, намного больше. И еще один немаловажный момент в моем понимании в успехе в творчестве, но с этим у меня, мне кажется, все в порядке, по крайней мере, я так чувствую, это когда тебе нравится то, что ты делаешь. То есть не только сам процесс, да, перебирание петель или столбиков, неважно, спицы или крючок, а в первую очередь то, что у тебя получается. То есть твои готовые работы тебя должны на 100% полностью устраивать. В процессе обдумывания той или иной модели так должно все складываться само по себе, не из-под тяжка, да, не через какие-то невероятные усилия, а просто само по себе так должно все складываться, что ты априори задумываешь потрясную модель, которая однозначно подходит к твоему типу фигуры, подходит к твоему там цветотипу. То есть заранее придумываешь ту модель, которая однозначно будет полностью тебе подходить. И очень здорово, и это, я считаю, успех, когда на выходе, когда ты заканчиваешь эту вещь, у тебя получается именно то, что ты задумывал. То есть вот эти две картинки ожидания и реальность, они на 100% совпадают. Здорово еще, когда получается, что ожидание было одно, а реальность оказалась намного круче. Вот мне кажется, что это главный успех. И для меня, лично для меня, большим успехом, я считаю, стало то, что мне удалось, мало того, что удалось совместить любимое занятие с заработком, да, так еще и несмотря на то, что об этом очень часто говорят другие блогеры, я постоянно это слышу. слышу такую фразу, что нельзя совмещать любимое дело и заработок, потому что может случиться якобы так, что хобби станет работой, и ты перестанешь ее любить. Вот я категорически с этой фразой не согласна. Я первое время не могла понять, почему вообще, ну, откуда такой стереотип сложился, потому что по мне это, ну, исключительный стереотип. И поняла, что я не могу, в общем, за других отвечать, но в моем случае этого не случилось. Несмотря на то, что я на ютубе уже шестой год, день рождения, мы профукали с вами, 9 марта было 5 лет вязальному каналу, несмотря на то, что уже шестой год я на вязальном ютубе, ни разу у меня не было такого, чтобы я как-то испытывала какое-то отвращение к вязанию, к своему хобби, только потому, что я зарабатываю на этом деньги. Наоборот, мне кажется, это мечта любого человека найти в своей жизни такое занятие, с которым ты сможешь идти по жизни очень-очень много лет. Хотя утверждать, что я буду вязать все годы своей жизни, я тоже сегодня не могу. Мы никто из нас, никто не знает, что будет завтра. Сегодня есть вот так, значит, есть вот так вот пришел поиск. Слушайте, это традиция уже. Хрумканье корма в кадре – это вот золотое правило. Куда же без тебя, котяра? Вот. Что я там говорила? О том, что вот я безумно рада, и я, наверное, ну, хотела бы, чтобы каждый это в своей жизни почувствовал, потому что почему-то, ну, вот принято думать, что нельзя совмещать увлечение и работу. А мне кажется, наоборот, это же очень круто. Ты сможешь всю жизнь заниматься тем, что тебе очень нравится, и получать от этого доход. Мне кажется, это мечта любого взрослого человека. Вот. Для меня это успех. Почему бы и да. Так, следующий вопрос. Как-то, если мне неудобно село, не в ту сторону. Что для вас вязание? Хобби, увлечение или способ заработка? Что для вас вязание? Хобби, увлечение или способ заработка? В моем случае это три в одном. Хотя нет, увлечение, то увлечение, ну, что такое увлечение? Это когда ты в самом начале, да, тебя, твое внимание что-то привлекло. Для меня, наверное, увлечение в большей степени вышивка крестом, потому что периодически она меня манит на свой фронт, но я не сдаюсь. И вышивке уделяю очень-очень мало времени. У меня был даже достаточно длительный период, когда я вообще не прикасалась к вышивке. Это вот в этом году меня прошибло. Я там несколько процессов потихонечку начала ковырять. А так, конечно, для меня вязание это в первую очередь хобби. Притом любимое хобби, с которым я уже очень-очень много лет, с самого детства. Ну и, конечно же, способ заработка. Я уже об этом сказала, что я безумно рада, что у меня получается совмещать хобби и работу. Третий вопрос. Может ли начинающая вязальщица добиться успеха в рукоделии? Что для вас, что для этого нужно сделать? Конечно, может. Хотя, ну, если, опять же, да, успех в рукоделии. Вот я сказала о том, что в моем понимании успех – это когда у тебя получаются именно те вещи, которые ты задумывал, да? Мне кажется, что любая начинающая рукодельница, если правильно подойдет с умом к этому вопросу, может добиться успеха. Потому что, ну, в первую очередь, потому что на данный момент информации уже в интернете столько, всякое вязание, что, ну, просто невозможно что-то не связать, да? То есть, если особенно это какая-то базовая вещь, то здесь главное найти своего, ну, скажем так, учителя, да? То есть, человека, который понятно для тебя объясняет. И найти хорошие мастер-классы, в принципе, я думаю, что получится при желании, да, получится удачная, успешная вещь. Если говорить о самостоятельном изучении вопроса вязания, то тоже считаю, что успех возможен при большом желании. Я очень люблю фразу, знаете, какую? Если очень захотеть, можно в космос полететь. Вот, поэтому, если есть желание, то добиться можно, в принципе, всего. Даже и успеха в рукоделии. Даже если ты только-только взяла спицы в руки. Кстати, сегодня, сегодня, вот буквально сегодня, мне написала девушка. Я не помню точно комментарии, но из серии что-то там, по-моему, три месяца назад человек взял руки спицы. Три недели назад нашел мой канал. И сегодня она мне прислала фотографию практически готового мужского свитера в технике реглан по моему мастер-классу. Если не ошибаюсь, там у нее только не закрыты манжеты, да, то есть осталось закрытие петель, и свитер будет готов. Вот что говорит, о чем я и говорю, да, было бы желание. Так, четвертый, ну, это заодно такая, знаете, легкая рекламка моих подробных, хороших мастер-классов. Четвертый вопрос. Хорошая продажа для вас это цель? В данном случае, да. Притом, в данном случае, это моя чуть ли не основная цель. Что касаемо работы, основная. Я уже рассказывала о том, что в данный момент у меня не самый, скажем так, приятный период в жизни. У нас развод, раздел имущества. И я хочу, ну как я хочу, мне нужно выкупить у мужа его долю дома, для того, чтобы с детьми остаться здесь жить. И у нас есть договоренность определенная. Ну, то есть, лучшее условие не получилось добиться. Что имеем, то имеем. И в данном случае, в данный период времени, я очень нуждаюсь в больших продажах. Потому что это единственный мой способ заработать на выкуп дома. Я в инстаграме недельки 4 назад, может быть, чуть больше писала пост о том, что предлагала своим подписчикам поддержать меня, приобрести мастер-классы наперед. Ну, то есть, знаете как? Как положить деньги на баланс. То есть, не обязательно потом покупать все, что будет выходить. Можно будет просто потом, чуть позже, приобрести то, что вам понравится. Достаточно большое количество людей откликнулось. Но, к сожалению, конечно, этого количества недостаточно. В общей сложности мне нужно продать 14 тысяч описаний к концу мая месяца, для того, чтобы вопрос был решен в положительную, в мою, естественно, сторону. Если не получится, то пока не хочу об этом думать, но меня ждет тяжкая доля. Надеюсь, все-таки, что что-то еще может получиться хорошего. Вот, поэтому для меня сейчас хорошая продажа, это, естественно, цель. Кстати, хочу вам сказать еще раз, напомнить о том, что мастер-класс на французскую кофточку полностью готов. Если вы его оплачивали уже, да, или хотите отобрести и ждете, можете мне написать в любой социальной сети. Я вам отправлю реквизит для оплаты, если вы еще не оплачивали. Ну, и, соответственно, пришлю сам мастер-класс. Потому что пока у меня, ну, не то чтобы нет возможности сделать хорошую фотографию, чтобы разместить пост. Просто, не знаю, то темно, то фокуса нет. Что-то мне не удается сфотографировать. И я аж потеряла надежду. Сегодня обратилась к участницам совместного проекта, потому что уже есть готовая работа, и не одна. И попросила девочек мне с этим делом помочь. Тогда это будет намного быстрее. Так, следующий вопрос. Пятый. С появлением вас на ютубе появилось ли больше возможностей для развития? С появлением вас на ютубе. Звучит двусмысленно. Если возможности для развития других вязальщиц, то, ну, объективно, мне кажется, да. Да, то есть у меня достаточно много бесплатных, хороших мастер-классов, по которым, в принципе, свяжет даже новичок. Я в своих мастер-классах в основном, да, учу делать расчеты. То есть мои мастер-классы подходят под разную пряжу. Не обязательно вязать из того, из чего вяжу я. Есть у меня и попетельные мастер-классы. То есть на сегодняшний день, в принципе, если кто-то решит начать вязать на заказ, то даже просто погуляя по моему каналу, можно найти целую кучу мастер-классов, по которым можно создать вещи на продажу. Если говорить лично обо мне, появилось ли больше возможностей для развития меня, я не знаю. Мне кажется, что если говорить о возможностях развития именно здесь, на ютубе, то, наоборот, когда я пришла на ютуб, было не так сложно, потому что не было такой конкуренции жесткой, да, не было такого огромного количества каналов о вязании. И, в принципе, мы все друг друга знали тогда, да, то есть если кто-то новенький появлялся, то это прямо было, ух, ура, наконец-то кто-то новый будет еще кого посмотреть. Сейчас очень много блогеров, именно если о вязальном ютубе говорить. И я думаю, что найти всех это вообще просто нереально. но уже в который раз замечаю, что некоторые каналы заброшены, то есть девчонки, ну, я так предполагаю, что приходят с большими надеждами на то, что здесь можно хорошо заработать, но не учитывают то, что сначала нужно хорошенечко поработать до того, как ты начнешь зарабатывать. Я свою первую денежку, которая, в принципе, была потрачена в этот же вечер, да, то есть, ну, такая была большая денежка, что мне понадобилось 15 минут, чтобы ее потратить, получила спустя больше, чем полгода ведения канала. То есть я сначала очень-очень много снимала и выпускала практически ежедневно видео, просто на энтузиазме, да, то есть на позитиве мне хотелось, видите, видела цель, я к ней шла. Первое видео у меня выходило в марте 2016 года, первую выплату я получала, если не ошибаюсь, в конце ноября. Вот я сейчас понимаю, что я всегда говорила, что в октябре, а нет, я в ноябре получала за октябрь, то есть в октябре я насобирала первые 100 долларов, это был минимальный порог выплат, меньше получить было нельзя. И вот я насобирала, и в ноябре это все дело получила, и пошла, и заплатила, по-моему, за кредит заплатила какой-то. Вот, поэтому практически год, больше, чем полгода я работала исключительно на одном энтузиазме, ну, это не всем дано, и в этом нет ничего странного или удивительного, да. Ну, в общем, я просто такой человек упертый. И тогда было проще в том плане, что нас было меньше, да. Сейчас получается мало того, что нужно много снимать, также нужно еще и держать зрителей, скажем так, в интересе, да, им должно хотеться возвращаться к вам на канал, плюс большая конкуренция, как я уже сказала, то есть, ну, сейчас девчонкам, мне кажется, посложнее, чем нам было когда-то 5 лет назад. Хотя, опять же, те каналы, которые начинали вместе со мной, раньше меня далеко-далеко не все дошли до тех же 100 тысяч, да, хотя это на самом деле не тот показатель, на который стоит равняться, но все же, да, то есть, ну, не у всех получается. Тут нет стопроцентной гарантии, что ты пришел на YouTube, ты снимаешь каждый день, ты, у тебя разнообразный контент, значит, и тебя ждет успех. Нет, тут как-то, вот, знаете, как повезет. Поэтому о возможностях, ну, вообще не знаю, правильно ли говорить. Так, шестой вопрос. Влияет ли на успех в творчестве, взаимоотношениях в семье, поддержка близких, или это несовместимые вещи? Ну, я скажу так, так, что на момент открытия канала я была в отношениях, и, в принципе, поддержка моя, ну, это я сейчас понимаю, что поддержка, конечно, она была, но основная поддержка заключалась в том, что у меня была куча свободного времени, то есть, я могла реально посвятить невероятное большое количество времени развитию канала. У меня был старший сын, который ходил, получается, уже во второй класс, да. С мужем на тот момент мы жили в разных городах по раздельности, то есть, я жила у своей мамы, он жил у своих родителей, и я делала свои домашние дела, отправляла ребенка в школу, а сама занималась каналом. То есть, это было реально каждый божий день столько, сколько вот я физически могу сделать. По выходным я приезжала сюда, здесь проводила время, и снова на будние дни возвращалась и работала. Потом уже, когда съехали, стало посложнее, потому что, ну, естественно, стало больше домашней работы, больше готовки, дом сам по себе больше, чем квартира в любом случае, больше уборки. Потом с появлением второго ребенка вообще целая проблема. стала найти время. И сегодня, наверное, из всего своего 32-летнего, больше 33, 33-летнего я могу сказать, что самое сложное для меня за всю жизнь оказалось именно совмещение работы и декрета с первых дней. То есть, я в декрет, я в роддом ехала с работой, с ноутбуком, с вязанием, с монтажом. И это было тяжко. Это было тяжко, потому что ты вроде как понимаешь, что ты сейчас здесь можешь потерять, с другой стороны, о чем может речь, когда у тебя маленький ребенок. Ну, в общем, это сложно и морально, и физически. И здесь, конечно, мне поддержки, ну, я считаю, не хватало, потому что очень было удобно потом и хорошо, и очень помогала бабушка, которая стала брать три раза, сначала два раза в неделю, потом три раза в неделю внука. И это было мое золотое время на съемки видео и на монтаж, и даже где-то на вязание. Но в основном все, что вот такое основное дело, деланное, переделанное за декрет, оно было проделано ночью. То есть, ну, понимаете, да, что чтобы что-то иметь здесь на ютубе, если говорить о доходе, ну, не получится просто так два видео снять на расслаблончики в месяцах, как-то бы как там их склепать, выложить и открыть кошелек или мешок для денег и ждать, когда упадет кусок золота. Не получится. Ну, по крайней мере, у меня не получилось. Так, поддержка близких очень важна, особенно для начинающих, особенно для тех, кто стесняется, особенно для тех, кто чего-то, возможно, не понимает. В этом плане здорово, когда есть рядом человек, который может тебе посоветовать, который может тебя чему-то даже, в принципе, научить. А если он еще может тебе непосредственно помочь, это вообще бомба. Так, сейчас я в том статусе для себя, когда мне, в принципе, поддержка близких именно для того, чтобы вести свои блоги, ну, как бы не нужна. Да, я самодостаточная личность, мне приятно поддержка моих зрителей, у меня есть огромное количество хороших, замечательных зрителей, которые со мной как и с самого открытия, так и совсем недавно. И мне очень приятно, когда вы мне пишите добрые личные сообщения, потому что комментарии у меня закрыты на всех каналах. И пока я не планирую их открывать, пока не разберусь со своими всеми вот этими делами, к сожалению, люди не всегда бывают сдержаны и воспитаны, да, и приходится таким образом оберегать не только себя, но и хороших подписчиков от негатива. Вот. Ну, было бы, конечно, здорово, если появилась какая-то дополнительная поддержка и помощь, но нету и нету, знаете, как говорят, на нет и суда нет. Поэтому я об этом даже, в принципе, не думаю. Хотя, наверное, сегодня, я бы могла даже, в принципе, попросить, уже, уже доросла до того, чтобы попросить помощи. Да, раньше я такая была, все сама, все сама, но один в поле не воин. Так, седьмой вопрос. Если бы не было соцсетей, как бы вы развивали вязание или просто вязали для себя и близких и не заявляли о себе? Соцсети. Ну, вообще, очень, очень и вообще сложно представить современную жизнь, без интернета, без соцсетей, скорее всего, если бы вообще прям ничего не было, то я бы, наверное, ну, как и раньше, как и в детстве, вязала только исключительно для себя. хотя до появления интернета я уже вязала потихонечку на заказ. Это, конечно, не были какие-то там серьезные заказы. Это был в основном детские вещи, украшения каких-то. Я переделывала людям одежду, то есть, переделывала джинсы и украшала их вязаным кружевым крючком. Прямо очень долго было такой прям, знаете, запоминающийся период в моей жизни, потому что мне казалось, что я прям вот, ну, варилась в своем котле уже тогда. Вот. Нет, ну, это очень сложно представить без соцсетей. Так, ладно, восьмой вопрос. Какие видео на ютубе продвигает вас как мастер? Ой, сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что точно ответить на этот вопрос не может вообще ни один блогер, потому что это загадка. Алгоритмы ютуба это очень-очень большая загадка, которую очень трудно разгадать. Я была уверена в том, что основное продвижение, ну, до определенного времени, да, это все-таки мастер-классы. То есть, если у тебя на канале есть хорошие бесплатные мастер-классы, значит, ты ценный блогер и на тебя народ подписывается. Может быть, так и есть. Я не стану утверждать обратного, потому что наличие мастер-классов на канале, это скорее всего просто как звоночек к подписке, то есть, я вот прихожу на канал, я смотрю, есть мастер-классы, я подписываюсь, хотя далеко не уверена в том, что когда-то этими мастер-классами буду пользоваться. Это, знаете, стоит вот кулер с водой, да, вот не все пьют эту воду, но когда он есть, это приятно. Так и эти мастер-классы. Все же основной просматриваемый, регулярно просматриваемый контент на моем канале, это развлекающие, развлекательные видео, в основном видео каких-то процессов, готовых работах, эпизоды, текущие процессы, посылки с пряжей и так далее, и тому подобное. Все остальное, ну вот, особенно мастер-классы, обзоры пряжи, вот все, что слишком, слишком, как это, целенаправленное, да, какое-то видео, оно, к сожалению, не так сильно просматриваемое, и, соответственно, ну, я бы сказала, не приносит доход. Я не знаю, как должен выстроить мастер-класс, чтобы сказать, что ты на нем заработал, да, потому что пара долларов, это, ну, это не заработок. Это так. Небольшая благодарность за потраченное время. Так, дальше, девятый вопрос. Нужно ли создавать рабочую страничку в соцсетях, где будут исключительно вязания? Я считаю, что нет, потому что я не знаю, в принципе, таких людей, которые настолько повернуты на вязание, что им даже неинтересно, как вызвать. У меня нет таких отдельных страничек, хотя, когда я только открыла свой канал, у меня была группа ВКонтакте, я ее заводила, чтобы туда собирать все схемы от своих мастер-классов в одном месте, да, чтобы можно было прийти и скачать, но в какой-то определенный момент, по-моему, когда на Украине отключили все эти российские сайты, я что-то вот как-то растерялась, потерялась, и уже давно не веду эту группу, и, наверное, если бы небольшое количество подписчиков, которые, ну, скорее всего, пользуются этим всем, я бы, может быть, даже ее почистила и удалила. Ну, в общем, есть не бросит, болтается себе, и пусть болтается. страничка в инстаграме моя, она тоже изначально была, конечно, больше о вязании, потом я завела отдельную страничку о жизни, поняла, что мне очень сложно вообще в целом вести инстаграм, а уж тем более два профиля это вообще нереально, поэтому сейчас я совмещаю все вместе в одном профиле, как вконтакте, так и в инстаграме, в принципе, больше в других соцсетях я не тусуюсь. Ютуб, инстаграм и вконтакте. Так, дальше, десятый вопрос, помимо ютуба и инстаграма, какие площадки для развития вам известны и пользуетесь ли вы ими? Давайте я вам так скажу, в этом вопросе я полный лузер, то есть, это это не то, что можно у меня спросить и получить ответ, поэтому я, пожалуй, просто для того, чтобы не упасть лицом в грязь, пропущу этот вопрос, сделаю вид, что его здесь и не было. Одиннадцатый вопрос, как вести себя в инстаграме? Лучше по делу, но мало. Вязание МК-схемы, фото не каждый день, Б, лучше обо всем, но много, вязание, путешествия, природа, еда, отдых, фото каждый день. Я, наверное, за второй вариант. Я просто по себе служу, не по тому, как я веду, да, мне, как я уже сказала, сложно вести инстаграм, потому что у меня очень переменчивое сейчас настроение и не всегда хочется, ну, чаще хочется уединиться для того, чтобы разобраться со своим потоком мыслей, не всегда самых хороших, да, всякие же бывают моменты в жизни, но я служу по тем блогерам, за которыми я слежу, у меня есть несколько любимчиков в прямом смысле слова, я сейчас вас очень сильно удивлю, я скажу, что если взять статистику, допустим, у меня есть, к примеру, 10 любимых блогеров в инстаграме, 8 из них будут не обязательно, но как-то так случилось, мне очень нравится следить за профилями, посвященными здоровому образу жизни, потому что я хочу в этом плане быть образованной, я не хочу быть развита, я не хочу думать о том, что если я слежу за кем-то, за тем, как кто-то тренируется, я от этого похудею, но я просто, знаете, для того, чтобы на лайте черпать информацию, нужную для меня, я в инстаграме подписана, допустим, на девушку, которая сбрасывает вес, и у нее тоже инсулино-резистентность, и она такая тоже крупная девочка была, и вот мне очень интересно за ней следить, потому что мы с ней, мне кажется, очень схожи по темпераменту, у нас одинаково ужасное чувство юмора, ну, в том плане, что такое немножечко жестокое, да, строкостичное, давай, просто шуток моих не слышали, некоторых в основном, вот, и мне интересно за ней следить, потому что для меня она, ну, близкий человек, плюс есть еще одна девушка, она уже рассказывает о похудении со второй стороны медали, если первая девушка, давайте я вам сегодня оставлю ссылки, почему бы и нет, если первая девушка, она, как бы, все сама и ищет информацию, она у нас худеет, да, то вторая девушка, она нутрициолог, и она уже помогает людям худеть, да, ну, и в своем блоге тоже у нее очень много полезной информации, прям, вообще, невероятное множество, вот, и мне приятно за этими людьми следить, есть еще несколько профилей, которые, опять же, не о вязании, я вот прям постоянно за ними слежу, и у этих девушек, да, у этих, в этих профилях информация есть каждый день, всего понемножку, и о питании, если мы говорим о похудении, и о каких-то казусных моментах, в общем, всего-всего по чуть-чуть, мне нравится следить, потому что, когда мало, я начинаю терять интерес, я была подписана еще на одну девушку, она тоже была врач, если не ошибаюсь, эндокринолог, но у нее посты выходили что-то из серии, там, раз в неделю, и сторис были очень редкие, и в итоге я просто в какой-то момент поняла, что, а где она делась, и оказывается, что я даже не помню, как я от нее отписалась, ну, то есть мне стало скучно, я очень часто чищу свой профиль от подписок, которые меня не интересуют, мне просто тупо жалко место, я, да, я в последнее время все очень-очень усердно чищу, я избавляю дом от хлама, от ненужных вещей, я избавляю компьютер от ненужных файлов, стараюсь избавлять мозги от ненужной информации, вот в этом плане я как-то стала совсем, ну, так, в общем, зациклена, пусть будет, не могу подобрать слово. Так, двенадцатый вопрос, ваш совет начинающим взащитам, с чего начать путь к успеху? Ну, начнем с того, что нужно определить, а что успех для вас, да, потому что если говорить обо мне, то мой путь к успеху, мне кажется, он еще не достигнут, потому что я бы хотела, ну, у меня сейчас начинается, мне кажется, этот процесс, да, о нем я буду рассказывать на влоговом канале, что у меня сейчас какие вообще трансформации в голове происходят, я сама в шоке, я безумно рада, что это наконец-то происходит со мной само по себе, не потому что, но мне кажется, что и вязание это тоже затронет, поэтому для начала нужно просто определиться, что для вас успех вообще в вашем творчестве, чего вы хотите добиться, и уже потом, говорю вам, как человек, который планирует, нужно составить четкий план действий, потому что то, что не написано на бумажке, считайте, что вы этого не сделаете, или сделаете наполовину, хорошо, если наполовину, вот, все, это были все 12 вопросов, я очень надеюсь, что вам было интересно, чтобы неплохо провели время, может быть, немножечко поубирались, или повязали, или просто отдохнули с чашечкой кофе, не важно, главное, чтобы все было в удовольствии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, увидимся с вами в новых роликах, до новых встреч, и всем пока-пока!